Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Радио Свобода. Радио Свобода. Радио Свобода. Радио Свобода. Это мое мнение. У нас на связи из Соединенных Штатов Америки адвокат Павел Ивлев. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Как вот американская общественность восприняла сегодняшнюю новость, но у нас она сегодняшняя, о том, что захвачен живьем какой-то страшный полевой командир под чеченским именем даже. Вот сейчас его не берусь воспроизвести. А Шишхани как-то, да. А Баламар Шишани. Шишани, да, 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 вот, Павел. Насколько это в Америке имело резонанс, это известие? Я боюсь, что никакого. Во-первых, Америка продолжает праздновать, несмотря на то, что наступил понедельник, и биржа открылась, пока еще все не готовы. То есть я просматривал новости американские этим эфиром, и вижу, что такой новости там просто нет в основном. Ну, то есть это, некоторые сравнивают это с гибелью Бен Ладена, то есть это далеко до этого резонанса. Не, не, ну, Бен Ладен это такой был совсем уж номер один для Соединенных Штатов, поэтому это не что-то иное. Посмотрим, наверное, когда эксперты, опять же, немножко, так сказать, придут в себя после праздников, какие будут комментарии, но сейчас, но это явно не Бен Ладен. — Андрей Владимирович, как, по-вашему, американцы вообще оценивают российскую технику, что ли, что слепую иногда бомбят, много мирных жителей гибнет? — Ну, вы знаете, война есть война, и действительно гибель мирных жителей, она неизбежна, особенно при массированной бомбардировке, хотя в основном применяется высокоточное оружие. Но это тоже самое американцы, они тоже соединяют удары, они особенно разбирают, кто есть кто. — Я думаю, что сейчас речь идет о другом, о том, что решающим все-таки будет то, смеет ли сирийская армия развить свое наступление или нет. Потому что бомбовыми ударами, ракетными ударами, даже с помощью крылатых ракет, сирийскую проблему никогда не решить. — Все гораздо сложнее. То есть вопрос идет о том, даст ли военная операция возможность начать реальное политическое урегулирование или нет. Если ситуация в стране останется такой же, так сказать, шаткой, как она сейчас есть, то никакие, так сказать, военные действия ничего не смогут сделать. — А вы как считаете, Махмуд, вы сегодня даже сказали, что иракские остатки этой армии или, наоборот, ее новые формирования освободили от исламистов в несколько важных населенных пунктах. Значит, они могут на себя взять наземную часть операции? — Ну, американская армия, извиняюсь, иракская армия с большим трудом делает успехи, с очень большим трудом. И я сомневаюсь, что уход ИГИЛа с некоторых объектов или пунктов, или мест, это как-то тоже неубедительно. То есть, как они вошли в Мусуль, город Мусуль, так легко и заняли город, без сопротивления, так они иногда и уходят, как и в Сирии есть такие, у них были случаи в Ираке. Я думаю, что иракская армия, она не справится с ИГИЛом одна. Нужна ей помощь, конечно. ИГИЛ имеет глубокие корни в Ираке. Это ее можно военным образом победить где-то, но она остается среди людей. То есть, у нее там есть такие ячейки, которых уничтожить очень трудно. То есть, проблема ИГИЛ — это не военные проблемы. Это проблемы и политические, и культурные, имеют многосторонние такие граны. То есть, нужно бороться с ИГИЛом на разных фронтах. Не только вот, потому что, когда убиваешь или воюешь с ней, это, конечно, необходимо. Но бойцы, обычные там люди, которые не такие убежденные фанатики, у них больше развивается вот эта реакция. То есть, нужно постараться как-то проникнуть и повлиять на людей. Это, я говорю, особенно для ИГИЛ в Сирии. Потому что там много сирийцев, простых сирийцев, которые пошли туда не из-за убеждений, а из-за обстоятельств разных. С нами на прямую связь вышел Зеев Ханин, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан. Зеев, добрый вечер. Как вы считаете, какова была цель Александра Лаврентьева, спецпосланника главы российского государства? Может, он искал каких-то союзников новых для операции российской в Сирии? Вам слово. Если речь идет о визите российского представителя, собственно, этот визит держали в тайне. Потом, ну, как вы знаете, на Ближнем Востоке вообще, в Израиле в особенности, очень редко бывает что-то тайное, что довольно скоро не стало бы явным. Это попало в израильские СМИ. В общем-то, реакция здесь более-менее понятна. Никаких секретов, особенно, никто из этого не делает. Речь идет о сверке часов, о практической реализации на местности, как здесь говорят, договоренности, которые были в свое время достигнуты в Москве, между премьер-министром Атаньяху и российским президентом Владимиром Путиным, а также, так сказать, то, что было уточнено в сюжете и детали, профессиональными командами с двух сторон, то есть представителями органов безопасности и армии каждой сторон. Речь идет о разграничении интересов и сфере влияния в Сирии. Внешне это все формально обставляется как, скажем так, создание механизма, который не допустит тех событий, сюжетов, которые имел место, которые привел, например, к турецко-российскому столкновению, когда турецкая авиация, турецкий самолет сбил российский. То есть, но на практике речь идет о установлении неких красных линий и достижении определенных взаимопониманий. С точки зрения Израиля, на стол перед российским руководством было выложено некие три идеи, которые, в общем-то, российской стороне было предложено обсудить вместе с астралийтанами. Эти три идеи выглядят предельно просто. Израиль не заинтересован в появлении мощного иранского потенциала на своих границах, то есть в открытии то, что называется дополнительного фронта Ирана против Израиля, на этот раз со стороны сирийской части голландских насос. Израиль, во-вторых, не заинтересован в том, чтобы в нынешнем, простите за непредкорректный термин, бардаке, не академический, в сирийском, чтобы укрепился канал транспортировки вооружений, полученный так из Ирана, так и из России, через Сирию, Южно-Ливанский Хизбалет, который потом может быть использован против Израиля. Ну и в-третьих, при любых вариантах урегулирования в Сирии должны быть учтены израильское видение ситуации. Насколько мы можем судить по той информации, которая появилась в израильской зарубежной прессе, в общем, эти предложения были в той или иной степени приняты в Кремле и на Смоленской площади, поэтому визит российского представителя, в общем, означал просто дальнейшее развитие этого процесса, говорить о том, что Израиль становится союзником России в, скажем так, в реализации тех или иных задач, которые были поставлены политическим руководством России в Сирии или, тем более, в Ираке. Я думаю, это было бы слишком большое преувеличение, но вот те события, сведениями которых мы были в последние пару дней, это в том числе, например, ликвидация, как это было признано сегодня, генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля, Дори Гольдом, в интервью, кстати говоря, саудовскому средству массовой информации, признано, что именно авиация ТАЛа уничтожила склад вооружений, которые находились в Сирии и предназначались, в том числе, там были и российские вооружения, которые предназначались вопреки договоренности, насколько мы можем судить, между Дамаском и Москвой в передачах из Бале, похоже на то, что это прошло, как бы это сказать, это не вызвало радикальных возражений, по крайней мере, открытых со стороны Москвы, похоже на то, что это произошло в рамках тех пониманий, которые были достигнуты между Москвой и Иерусалимом, так что, в общем, похоже на то, что, как я уже сказал, визит российского представителя нужно воспринимать именно в этом конфликте. Вопрос Павлу Ивлеву, как юристу. Как по вашему, Павел, насколько юридически безупречно вообще оформлено участие России и ее вмешательство в конфликт в регионе, что она на стороне одного из лидеров государственных так выступает, и вообще вот это, насколько легитимно, то, что санкции Совет Федерации даны, не потому ли ей трудно найти союзников, что она сама там как-то на птичьих, что ли, юридических правах? Да, я думаю, что там о правовых нормах каких-либо, в общем-то, речи-то не идет, да. Россия себя, в общем-то, в международных отношениях после Крыма вообще ведет, как, так сказать, слом в посудной лавке, да, по отношению к нормам международного права. Поэтому в данном случае делают, что хотят, да. Я думаю, что, значит, никаких договоренностей о нормальном, так сказать, взаимодействии между различными силами не существует. И это не то, что мое личное мнение, а это мнение, которого придерживаются, ну, это основное направление, скажем так, на Западе и в Соединенных Штатах, как минимум, что Россия ни с кем, в общем, договорится, кроме того, что, в общем-то, все стараются не допускать ситуации, которая произошла с российским бомбардировщиком, когда он пролетел немножко на Турцию, его сбили. То есть Турция жестко очень себя в этом плане вела, и мы знаем, чем это закончилось, дай бог, чтобы это не повторялось. Все остальные страны, ну, видимо, не так жестко себя ведут, с другой стороны, российские бомбардировщики не нарушают воздушное пространство ни одной страны, кроме Турции. Вот, я думаю, что если российский бомбардировщик пытается пролететь над Израилем, хотя там момент какой-то уже был недавно, да, но в целом, как бы, этого не происходит. Но реакция Израиля, военная реакция Израиля будет вполне соответствующей и похожей на то, как реагировала Турция. Вот, поэтому России дают, безусловно, делать то, что она хочет в Сирии, но, значит, расставляя очень жесткие, так сказать, при этом пределы, что возможно. К праву это имеет очень мало отношений, это просто, в общем-то, добрая воля дипломатов, да и военных тоже, натовских, израильских, которые, значит, говорят, ну, окей, поскольку это, в общем-то, на общую пользу, поскольку это война с ИГИЛом, давайте действуйте, как можете, как считаете нужным, но не более того. — Как Вы считаете, Андрей Владимирович, правильно ли уроки извлекли организаторы российской операции из этого инцидента с Турцией? — Ну, Вы знаете, опять же, когда идет война, такие инциденты случаются постоянно, это раз. Во-вторых, все-таки, несмотря на то, что интенсивность действия российской авиации резко увеличилась за последний месяц, больше таких случаев не было. И действительно, это касается, фактически, только Турции. Я, кстати, не уверен, что если российский меморбардировщик пролетит над Израилем, какая-то будет силовая реакция. Потому что израильтяне как раз, как никто, заинтересованы в том, чтобы не было никаких инцидентов и так далее. — Дай Бог, чтобы это даже не надо проверять. — Да, и самое главное, с моей точки зрения, заключается в том, что сейчас мы, может быть, уже не так активно говорим о единой антитеррористической коалиции, а мы начинаем говорить о коалиции коалиции. То есть мы понимаем, что сейчас реально существует три коалиции, и вот как-то, чтобы между собой взаимодействовать, это был бы позитивный момент. — А какие Вы называете три? — Ну, это которые США, это Саудовская Аравия и Россия и Иран. Вот это три основные коалиции. — А центры коалиции этих, да? — Да, центры коалиции. Но, конечно, с точки зрения практически влияния на ситуацию, в российско-иранской коалиции она, конечно, сейчас самая важная, ключевая. Тем более, что Иран не скрывает, что он готов на определенном этапе начать массированную наземную операцию в Сирии. — Махмуд, как Вы считаете, возможно ли повторение инцидентов подобных недавнему российско-турецкому закончилась трагедия? И как Вы верите, что действительно черные ящики невозможно расшифровать? Или, мне кажется, что там невыгодная информация для какой-то из сторон? Вам слово. — Ну, я насчет ящики, я тоже думаю, что это неубедительно как-то. — Да, что все хорошо было? — Нет, тем более, что российские аэркосы сразу же объявили, что не нарушили самолет пространства Турции. Они уже приняли решение до того, как открыли ящик. То есть ящик, он ничего не меняет. Фактически должен или подтвердить заявление... — Или исчезнуть. — Или исчезнуть. Вот и он исчезнет. Но я хочу немножко сказать другое. Понимаете, вот насчет этой коалиции, насчет все, что происходит на сирийской земле и в пространстве Сирии. Фактически, скажем, про коалиции западные под руководством США. Она ничего не дает. Она никакого влияния на ИГИЛ не сделала в течение больше года. Это первое. Второе. Насчет саузовской коалиции, это только на бумагах, пока она еще не... То есть в детстве еще не нашла отражения. Но главное насчет российской. Я считаю, что это Россия одна почти. Иран там как воевала на земле, так и воюет. А с воздуха бомбежки — это российские. И я хочу сказать, что российские бомбежки, они преимущественно направлены против оппозиции. Они против ИГИЛа. У нас множество фактов, где там были и школы, и госпитали, и рынки, и граждане, и дети, и женщины. У нас по имени, по фотографии, у нас есть документированные результаты вот этих бомбежек. Вот последнее, это убили одного из лидеров исламской армии под Дамаском. Человек, который согласился на политические решения, который участвовал в конференции Ариада, которые приняли решение, нормальное решение, идти на переговоры, на политические решения, и согласились на новое демократическое гражданское общество в Сирии. Это очень важно. И вот убили этого командира. О чем это говорит? Это говорит, что вся эта операция России в Сирии направлена на укрепление диктаторского режима Асада. К сожалению, она направлена против воли народа Сирии. То есть, вместо того, чтобы учитывать интересы сирийского народа, требования его, хочет он нормальную жизнь, свободу и так далее, они хотят закрепить вот этот режим, который столько жертв привел. То есть, полмиллиона человек погибло, столько беженцев, 5 миллионов за границей и так далее, и тому подобное. То есть, множество преступлений против человечества этот режим совершил. За что его защищать? За что его закрепить? Вот против воли сирийского народа. Еще ИГИЛа не было, его защищают. Могли бы, а он убивал людей, могли бы как-то давить, чтобы было какое-то мирное, нормальное решение до появления этих экстремистов и террористов. Нет, вот помогали ему и надеялись, что он победит, но он не мог победить. Теперь вот вмешались военным образом, надо его закрепить. И тут же и террористы убивают сирийцев, и режим убивает, и бомбежки убивают. Сирийский народ, жертва всех этих вмешательств и бомбежки, ни к чему хорошему не приведут и не решат вопрос. Вопрос к Зееву Ханину. Вот есть такая аргументация, что нельзя трогать Башара Асада, по памяту о примерах Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, которых вот свергли и развалилась у них государственность. Как по вашему убедительному такая аргументация? Ну, был такой известный деятель советской истории, Иосиф Сталин, к тому, когда задали вопрос по поводу противников, кто из них хуже, он ответил, оба хуже. Боюсь, что в данном случае, по крайней мере с точки зрения израильского политического класса, политических аналитиков, которые высказываются на эту тему, вопрос о том, кто хуже, режим Асада или альтернатива режиму Асада, которая, скорее всего, будет, разумеется, нелиберальной или неумеренной, и исламской, радикальной, исламистской, кто из них хуже, да? Так ответ, вероятно, тот же самый, оба хуже. Ну, в общем, мы, разумеется, не будем ерничать на эту тему, о том, что, так сказать, по поводу того, что многие желают убедительной победы всем сторонам этой войны друг на другом. Это совершенно не так. Естественно, в Израиле прекрасно понимают страдания сирийского народа, или, правильнее сказать, сирийских народов, различных этнических групп, в этой стране, прекрасно понимают о том, что, как и любая другая страна, и любой другой народ сирийцы, достойны того, чтобы жить спокойно, мирно и управлять своей судьбой сами, а не подстраиваться под того или иного диктатора, или то или иное внешнее управление. Но на сегодняшний день, если мы говорим об эволюции отношений в Иерусалиме к режиму Баса-Башара-Асада, то, так сказать, определенные изменения имели место. Первоначальная позиция была такова, что, в общем, Асад никогда не был, как бы это выразиться, человеком, с которым можно было бы вступать в какие-то деловые отношения. Разговоры о том, что сирийско-израильская граница была границей самой спокойной, и потенциал сдерживания армии обороны Израиля всегда был таков, что, в общем, режиму отца, Асада-старшего и Асада-младшего было совершенно понятно, что против Израиля нельзя предпринимать никаких враждебных действий, иначе это будет означать падение режима. Это некоторый разговор на общую тему, по той простой причине, что, в общем, конфликт, война между Израилем, Сирией и Израилем не прекращалась, она просто шла на других полях, в Южном Ливане, так сказать, по кредствам Южно-Ливанской, шиитской, радикальной Хизбалы, режим Асада спонсировал радикальные исламистские террористические организации палестинских арабов. Короче говоря, особенно сожалеть в случае, если коррумпированный режим радикальных баосистов развалится, в общем, никто не будет. Вопрос, опять-таки, встается тот же, будет ли лучшая альтернатива. Поэтому, с точки зрения, ну, по крайней мере, скажем так, мейнстрима израильского политического класса и лиц, которые так или иначе причастны к принятию политических решений в Иерусалиме, ситуация такая. Это, разумеется, не исламистская альтернатива, но и, разумеется, сохранение режима Асада в его нынешнем виде не является такой уж позитивной опцией. Речь может идти о некоторой многосторонней комбинации соглашений под серьезным внешним контролем, возможно, связанным с уходом Башара Асада занимая его пост. Спасибо, вопрос Павлу Ивлеву. Вот некоторые внешнеполитические идеологи Кремля считают, что Саддам Хусейн и Каддафи были легитимными лидерами, и вот таким же остается в регионе только Башар Асад. Как по-вашему, вот то, что народ против него восстал с оружием в руках, уже как-то лишает его вот этой легитимности безусловной, как по-вашему, Павел? Ну, смотрите, все, кого вы назвали, еще многие другие, были диктаторами. И легитимности таких руководителей стран можно, конечно, спорить, да, президент Путин, будучи сам человеком, который остается у власти вопреки любым лидератическим процедурам, может утверждать через свои средства массовую информацию различные вещи, в том числе говорить о легитимности Саддама Хусейна, Каддафи или Башара Асада. С точки зрения мировых демократических держав, все эти лидеры нелегитимны, потому что они не допускают нормальных выборов, потому что в странах отсутствует демократия. Поэтому Америка здесь придерживается достаточно жесткой позиции, кто бы ни был президентом в Соединенных Штатах, он будет считать, что, ну, это диктатор, и к нему нужно относиться как к человеку, который узурпировал власть в своей стране. И, соответственно, если население этой страны, вы знаете, да, американский подход к этому, значит, если страной управляет диктатор, значит, население этой страны имеет право на восстание. В данном случае в Сирии произошло народное восстание и четыре года уже льется кровь и большинство населений Сирии, естественно, против режима Башараса. Поэтому позиция должна быть достаточно жесткой и мировой демократии придерживаются. Башараса должен уйти. Чем быстрее он уйдет, чем быстрее он становится в мире. Вы как считаете, Андрей Владимирович, вот имеет ли сирийский народ право на восстание? По-моему, даже в американской конституции такая поправка же есть. Ну, вопрос неправильного восстания. Вопрос о выборе пути. Дело в том, что, конечно, после ухода Башара-Саршего и прихода Башара-Санблацева это получилось, в общем, во многом, конечно, наследственным путем, а не путем выборов. И это породило определенные моменты. Монарс. Да, то есть дистанционное династийное правление. Плюс, конечно, факторы арабской весны. Но я не согласен, так сказать, с некоторыми вещами, которые говорил Павел. Первое. Нет никакой гарантии, что в случае ухода Башара-Сада в Сирии начнутся демократические процессы. С моей точки зрения, существует огромная опасность того, что Сирия действительно распадется. Южная часть Сирии уйдет под контроль Ирана. Это вполне возможно. Это всем понятно, почему. Курды, которые сейчас активизировали процесс возвращения к идее создания независимого Курдистана на территории Турции, Ирака и Сирии, это тоже один фактор. Отделяться, да. Да. И, в общем-то, самое главное, что вот с моей точки зрения, насколько я знаю, в Сирии, сейчас в Сирии нет ни одной силы политической, которая могла бы управлять страной. Все эти идеи коалиционных правительств, комитетов народного спасения и прочее, прочее, простите меня, в Сирии не будут работать. Потому что взаимоотношения между многими политическими силами в Сирии за эти годы настолько испорчены, что даже те, кто называет себя оппозицией, кто, так сказать, считает, что он может бороться против, и нужно бороться против Асада, между собой они могут договориться на два-три дня. Потом пойдет раздравить. Не надо забывать еще о том, какое количество оружия находится в Сирии, на территории Сирии. И это оружие, извините, оно стреляет, да. В смысле, оно пока контролируется властью? Оно более-менее контролируется властью, потому что есть все-таки армия, которая сейчас начала наступление и прочее. И самое главное заключается в том, что даже объединение сирийской оппозиции, даже проведение каких-либо свободных по западным меркам выборов в Сирии не решает проблему исламского государства. Наивно думают, что исламское государство примет участие в выборах в Сирии. Да ну невозможно это, это надо понимать. Надо понимать, что мы, мы сейчас переходим в стадию долгосрочного кризиса. И что не наивно думают, что если Башар Асад уйдет, через год в Сирии будет мера. Да не будет там мера. Это гораздо более сложный процесс. Тем более, что исламское государство, оно как известно, как песок в песочных часах. Повернешь, и туда потекло. Нет, уйдет, выдавит из Сирии, уйдет в Ирак. Выдавит из Ирака, уйдет в Ливию. Выдавит из Ливии, уйдет в Афганистан, куда, кстати, оно уже переходит и прочее. То есть вопрос-то в другом. Сирия это только маленькая часть большой проблемы, большой головной боли. Я совершенно согласен с моим коллегой в том, что в Сирии мы влезли в большую игру, в очень сложную игру, которая может оказаться болотом. Почему? Потому что, я еще раз говорю, Сирия только часть. Исламское государство создаст нам в ближайшее время проблемы в Афганистане, Исламское государство создаст нам проблемы и на нашем северном Кавказе. То есть все это в совокупности, да, все это в совокупности заставит нас действовать еще более жестко и еще более, так сказать, открыто жестко, да. И что самое главное, что Соединенные Штаты тихо, спокойно, но толкают Россию на наземную операцию. Это крайне опасная вещь, о которой надо думать уже сейчас. Потому что, я еще раз говорю, то, что мы бомбим, это нормальная, так сказать, военная операция, если нас все-таки выпихнут в наземную операцию, это будет катастрофа для нас не только в Сирии, но в целом в Исламском мире. Махмуд, вы доверяете данным, что уже есть российские наземные части под видом как-то обслуживания самолетов, уже спецназ находится в Сирии российский? Российский? Ну, я слышал, что российские сухопутные или десантные есть на побережье море там, да, и на севере Сирии. Слышал, конечно. Но я хочу сказать, что вот почему-то ставится вопрос не очень корректно про ситуацию в Сирии. Во-первых, надо понять, кто есть, кто в Сирии. ИГИЛ это террористы, мы все едины в этом мнении. Есть очень крупные группы вооруженные, которые считаются умеренные, исламистские, свободно-сирийская армия, исламистские. Вот армия Джейшель-Фатах под Дамаском и в Идле. Это все они участвовали в конференции Ариадов и договорились. Военные, политические силы оппозиции, революции договорились. Надо их поддержать. Это умеренная оппозиция. Почему против них выступает? Почему не доверяете им? Когда люди, вот это главные силы Сирии, которые воюют. Почему говорят, надо ставить вопрос или Башар Асад или ИГИЛ придет к власти? Мы считаем, во-первых, все иностранцы должны покинуть Сирию. Все иностранцы. И Хизбуллах, иранцы, афганцы, шииты, иракцы, и Россия. Все должны покинуть Сирию. Сирийский народ Башар Асад преступник. Он несет ответственность за гибель минимум полмиллиона человек. Как можно с ним сотрудничать против терроризма? Так он источник терроризма в Сирии. Поэтому сирийский народ только единственный, кто может победить ИГИЛ. Потому что когда будет вот такая сила и оппозиции, остатки режима, мы не говорим, что оппозиция одна. Нет, в режиме есть большие силы, которые против. Но армия Асада у Асада уже армии нет. Здесь в России очень сильно преувеличивает насчет армии Асада. У него остатки армий. Фактически у него такие группы даже конфессиональные на конфессиональных основах работают. Там в основном воюют иранцы, афганцы, иракцы, и хизбуллах. Там сирийской армии нету. У нас есть точные данные об этом. Поэтому нужно собрать всех сирийцев без диктатуры и воевать против ИГИЛа. И сирийцы могут победить ИГИЛ. Потому что даже многие бойцы, которые с ИГИЛом, именно сирийское происхождение, они покинут ИГИЛ, когда увидят, что там большая сила патриотистская. Мы не говорим, что власть надо отдать оппозиции. Мы не говорим, что надо уничтожить государство. Нет. Надо сохранить государство. Только надо переформировать госпезопасность и армию. Потому что там генералы там убийцы. Они фактически давали решение приказа убивать людей. Их надо судить. Поэтому нужно именно доверять сирийскому народу. Есть сирийский народ. 23 миллиона человек. Есть у них представители разные. Умеренные либеральные демократы и исламисты умеренные. Надо доверять представителям сирийского народа и дать им решать. Почему всем в державе мира дают себе право решать за сирийцев? Почему? Вот почему Россия настаивает, чтобы включить каких-то оппозиционеров в список переговорщиков? Какое право имеет? Россия и Америка и любое государство? Надо сказать, сирийцам самим выбирайте. Вот была конференция в Роялье. Представляет абсолютное большинство оппозиции в Сирии. Вот все время обвиняли оппозицию, что она такая разобщенная, не единая. Так вот объединилась. Почему не признают? Значит причина не в этом, а причина в том, что никто не желает решить вопрос в пользу народа. Они хотят оставить Башара Асада у власти. А это не получится, потому что сирийский народ никогда не смирится ни с Башаром Асадом. Вот хоть все силы мира придут в Сирию, сирийский народ не промолчит и не смирится. Он продолжает воевать против этого режима. Какого партнера может быть или даже участника диалога хотел бы Израиль видеть со стороны Сирии своего соседа ближайшего? Я так понимаю, что уже об Асаде речь больше не идет. Вам слово, Заев. Ну благодарю, Владимир. Асад никогда не был партнером по-настоящему. И в общем попытки как-то с ним договориться по модели то, что называется мир в обмен на территории они в общем никогда не увенчались успехом ни заявки которые были сделаны его отцу ни ему и в общем по большому счету всякие попытки со стороны Дамаска рассмотреть старые израильские предложения в ситуации когда этот режим дышит на ладан хотя разумеется союзники Дамаска сегодня пытаются убедить что еще немножко еще одно усилие будет достигнута победа над всеми вариантами и разными группами оппозиции в общем по большому счету в Израиле это никого не убеждает судя по всему Израиль пока на сегодняшний день не видит партнеров за исключением либеральной оппозиции или там умеренной исламской и либеральной прозападной оппозиции и в Сирии и в общем-то в Иерусалиме хотели бы очень присоединиться к пафосу и убеждению к словам вашего предыдущего собеседника однако есть большие сомнения в том что если бы сегодня допустим сирийцев оставили самих себе и придали возможность выбрать того кого они считают нужным то результат бы удовлетворил скажем так сторонников западной либеральной демократической модели организации общества помнится вот уже почти более десятилетия назад 15 лет назад нечто подобное было даже несколько больше уже почти два десятилетия нечто подобное было уже сделано нашими американскими коллегами которые предложили свою модель урегулирования ситуации на палестинских территориях и заставили провести свободные демократические выборы в палестинской автономии на которых победили радикальные исламисты Хамас хочется верить что значительная часть сирийского общества находится в другой категории чем вот та часть палестинских арабов о которых мы сегодня говорим и очень хочется поверить в то что в результате в регулировании той модели которую предлагает наш коллега появится собеседник с которым можно иметь дело но пока на сегодняшний день увы скажем так надежда это не так много другая альтернатива о которой тоже все говорят которая была уже сказана в этой студии о том что международному сообществу включая Израиль придется иметь дело в случае ухода Асада не с режимом его наследников с той или другой стороны а с некоторым количеством режимов что Сирия может распасться на вот скажем так на те территории и образование из которых она была наскоро расшита после первой мировой войны ну и тогда естественно у Израиля есть те партнеры которыми уже де-факто скажем так взвешиваются контакты с теми или иными потенциальными партнерами и понятно что естественно потенциальными союзниками Израиля считается Курды Курдское государство в которое в случае распада Сирии войдет и территории населенной этим народом присоединиться к этому транскудскому государству понятно что если пойдет речь о воссоздании недолго существовавшего друнского государства то Израиля с ним тоже могут быть те или иные отношения но в целом в данном случае скажем так не так часто в истории бывает что Израиль является как мне неоднократно приходилось говорить чужим на этом празднике жизни единственное в чем мы можем все быть уверенным и в чем мы можем заверить мог бы заверить всех своих собеседников это то что Израиль постарается выстроить отношения с любым политическим режимом в Сирии какой бы там ни возник или режимами в случае если вы не с той стороны будете заинтересованность поддерживать если не дружбу и сотрудничество то по крайней мере какой-то там то что называется режим взаимного баланса интересов и отказа от конфликтов это на этом этапе боюсь лучше что мы можем ожидать и на что надеяться спасибо Павлу Юлю вопрос как по-вашему некоторые специалисты считают что Кремль на самом деле интересует не уничтожение человека ненавистнической идеологии ИГИЛа государства что за это можно не беспокоиться и не дадут распространиться а его интересует остановить на дальних поступах арабскую весну в частности в Сирии переломить ситуацию не дать восставшим свергнуть ваша раса как вы считаете я бы не говорил о том что здесь да вы абсолютно правы последствия в России безусловно заинтересована в том чтобы сохранить режим асада в Сирии то есть сохранить статус сохранить свое военное присутствие союзника наверняка там есть какие-то старинные обязательства связи контакты это то что видно что называется невооруженный взгляд в меньшей степени я думаю Кремль беспокоит по поводу весны ее повторения в Сирии потому что ну в общем-то весна же она в целом если посмотреть на ее итоги скорее не отрицательнее чем положить большинство стран где произошли революции в Северной Африке поэтому я не думаю что Кремль беспокоен этим продолжением своих проблем хватает на самом деле ведь если мы посмотрим на российский и Северный Кавказ мы увидим что там потенциально все те же предпосылки которые привели к захвату ИГИЛом то бишь исламскими террористами достаточно большого пускай территории все эти предпосылки существуют к сожалению и на российском Северном Кавказ и в какой-то степени Кремль это наверное видит боится он этого или нет мне сказать очень трудно по идее должен опасаться потому что это в общем-то у себя на своей территории потенциальная опасность тем более когда ИГИЛ начинает разрастаться и его ответвления появляются и в Ливии и в Афганистане и бог еще знает где тем не менее я думаю что Кремль тут особенно далеко не замысливает он просто идет по пути поддержки своего старого союза что в целом сказывается отрицательно на той ситуации которую мы сейчас имеем в Сирии потому что наверное режим Башара Пал бы и прекратил существование скорее если бы Россия решалась достаточно неожиданно для всех в этой ситуации Андрей Владимирович как вы считаете вот еще хотят идеологи внешней политики Кремля восстановить влияние России в регионе или уже они махнули на это рукой это не вопрос восстановления влияния вопрос в том что у нас Сирия осталась последней точкой вот именно остальное у нас остается на самом деле в том что в среднем востоке когда правильно понимается в арабском мире у нас есть только Сирия и Иран и очень в небольшой степени Египет все мы практически полностью выпали из урегулирования израильско-палестинского конфликта нам сейчас не до этого не до этого всем если мы теряем Сирию мы фактически остаемся не у дел в арабском мире потому что все эти заигрывания Саудовской Аравии в рамках сирийского они не несут возможности политического влияния это чисто тактические сегодняшние контакты и так далее и тому подобное вопрос заключается в том что проблема я еще раз говорю что она уходит далеко за предел Сирии некоторые называют это войной цивилизацией некоторые нет но для меня например самое сложное и самое проблематичное то что в следующем 2016 году мы можем оказаться на трех фронтах войны на трех Сирия Афганистан Центральная Азия и Украина вот это будет самая худшая ситуация для нас поэтому на самом деле желательно было бы Сирии добиться какого-то политического решения запустить механизм переговоров если будет запущен механизм переговоров внутри сирийский диалог тогда можно говорить о сокращении военных ударов и так далее и тому подобное чтобы этот процесс был шел вперед если этого не произойдет то у нас к сожалению и Махмуд здесь совершенно прав у нас нет иного выхода чем дальше втягиваться в это дело бомбить 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 целей в Сирии еще много понимаете страна большая целей много бомбить чем можно даже в районе турецко-сирийской границы там еще можно снести всю инфраструктуру да вопрос заключается в том что что за военная операция что после военной операции если не будет нормального политического диалога да вот я конечно очень скептически отношусь к идее новых свободных выборов в Сирии через 18 месяцев я не верю просто в такие возможности провести нормальные демократические выборы вот тем более что результат непредсказуемый и на самом деле с моей точки зрения не только мы но и американцы и Израиль и другие будут просто бояться этих выборов их итогов потому что у нас известный действительно опыт с Хамас да а с чего это надо же начинать начинать надо с того чтобы посадить за один стол в рамках переговорного процесса сирийскую оппозицию и представителей Башара Асада не важно где это будет Женева Рим там Эр-Рия и прочее но диалога такого-то нет понимаете мы работаем с одной частью оппозиции американцы с другой частью оппозиции пытаемся это все склеить составляем вот эти списки почему эти списки ведь они могут меняться каждый день потому что опять же ведь речь идет не об одной-двух речь идет примерно о 20-30 группах которые должны принимать участие в сирийскому регулированию а это очень сложно но процесс нужно начинать сейчас в практическую площадь переводить это снизит напряженность самой Сирии и я согласен что да конечно будем честно говорить частично конечно наша операция военная она бьет по оппозиции конечно конечно бьет по оппозиции потому что для нас сейчас режим Башараса да она дороже оппозиции конечно как по-вашему удастся такой диалог наладить ну диалог можно начинать но я очень пессимистически отношусь к его результатам это будет такой длинный диалог который очень мало имеет перспектив почему потому что судя по поведению и российских бомбежек и режима осада которые усиленно бьют по оппозиции так это не пахнет здесь что хотят политические решения нужны какие-то шаги доверенности нужно освободить политзаключенных нужно остановить бомбежки ну как же можно идти на диалоги на переговоры и погибают там люди каждый день сотни людей этого невозможно то есть нужно создать обстановку и условия для переговоров если действительно серьезно хотим решить вопрос политическим путем мое убеждение и убеждение большинства оппозиции что Башараса не хочет политического решения реально не хочет но он может сказать я согласен вот делегация он пошлет и они пойдут и начинают это не полгода займет может быть пойдет годами а бомбежки продолжаются они торопятся уничтожат оппозицию чтобы вот Башараса доминировал во всей Сирии ну а с ИГИЛом что делать Заяху Хайлина вопрос кто бы мог быть посредником налаживания такого диалога между властью в Сирии и оппозиции непримиримой ну учитывая что у противоборствующих сторон в Сирии у каждой из них свои патроны Иран Турция Россия и Соединенные Штаты и принимая во внимание как сложно этим супердержавам региональным а некоторые из них игровые вообще договориться хотя бы о чем-нибудь за исключением конечно того то что нужно остановить ДАЭШ как его у нас называют или ИГИЛ как называют его в вашем пространстве то да и то каждый из этих сторон видит разные модели того совершенно по-разному как противодействовать этому самому ИГИЛу и до какой степени это нужно делать и надо ли вообще то соответственно представить себе что может найти какой-то устраивающий всех посредник крайне сложно но в виде анекдота можно было бы предложить Иерусалим но только исключительно в виде анекдота Павлу Юлию вопрос как вы считаете может быть можно организовать какие-то миротворческие силы ввести в регион на базе может быть ООН ну смотрите на самом деле буквально в течение декабря была сделана предпринята очень серьезная попытка под эгидой организации объединенных наций добиться хоть какого-то прогресса чтобы начался этот самый переговорный процесс помешал этому исключительно прежде всего АСАД значит и сирийский нынешний режим они не ходили признают оппозицию не захотели договорился а Россия естественно своя союзника в этом поддержала соответственно резолюция принеса союзной безопасности ООН она в общем безумна она никак не затрагивает коренные вопросы ситуации то есть это очередной призыв то есть не получилось хотя западный мир и союз безопасности за исключением видимо России был настроен чтобы все-таки усадить за стол переговоров с одной стороны АСАД с другой стороны значит ну ту самую умеренную разумную оппозицию которая готова к этим переговорам она безусловно готова делегации одни представители появлялись то есть мы можем естественно долго рассуждать о том что вся эта оппозиция на самом деле слабаши там нет серьезного лидера что их там 20 штук разных организаций но тем не менее там какое-то разумное направление и стремление прекратить войну и сесть за стол переговоров оно прослеживается его нет только у Башара Асада и естественно его нет у ИГИЛа поскольку это чисто террористы с ними в общем те кто никогда договориться не сможет и они к этому не стремятся вот такая ситуация поэтому я думаю что мировое сообщество под эгидой каких угодно других организаций будет предпринимать попытки и в дальнейшем потому что крылопролитие нужно останавливать и на сегодняшний день этому как раз мешает Асад и его союзник его поддерживающая Российская Федерация Владимир Владимирович вот обычно у нас хвастается Смоленская вот площадь что российские резолюции стали принимать в Союз Безопасности Иоанн по Ближнему Востоку следует ли обольщаться этим обстоятельством да нет они действительно очень компромиссны они только кстати они фиксируют то о чем все говорят надо начинать переговоры кто против и мы американцы говорим что надо начинать переговоры а что дальше ведь вопрос не в том что переговоры сами а кто участвует какие этапы тайм-лимит какие какой конечный результат и какой механизм реализации этих контроля контроля и все потому что какие сейчас могут быть свободные выборы в Сирии и это вообще бред собачий абсолютно сейчас так и в Сирии по крайней мере надо ну просто-напросто снизить градус напряженности что касается миротворческих сил куда их вводить вся Сирия она как лоскуты военные то есть куда если была бы граница какая-то понятно между допустим там одной силой и другой там все там даже вокруг Дамаска настолько все сплетено что там неизвестно куда этого солдата ООН ставить по кварталам да по кварталам война идет поэтому понимаете я просто видел все это в 82 году в Ливане во время войны в Ливане когда я там был в Беруте это та же самая ситуация дом на дом квартал на квартал то есть какие там войска да вы что там свои-то не могут разобраться вот давайте рассуждать как-то реально и логично есть решение Женев-1 там действительно есть основа для политического решения который принимает вся оппозиция почти и режим как так или иначе принял и Иран признали в Вене потому что Вене они были участники давайте реализовать Женев-1 главный пункт это создать переходный орган власти в Сирии с полными полномочиями когда говорим полные полномочия значит нужно нужно остановить нынешнюю конституцию нужно принять конституцию 1950 года очень демократическую нужно дополнительные еще там статьи делать для этой конституции и этот орган должен создаваться совместно режим плюс оппозиция и тогда образуется армия из оппозиции из остатки армии официальной армии и вот тогда можно начинать воевать против ИГИЛа это единственный выход а то сейчас Россия говорит давайте Женев-1 да мы признаем Америка говорит Женев-1 признаем никто не хочет реализовать нужно принять резолюцию совет безопасности под седьмой главе большая раз это заставит это реализовать он не хочет как по вашему Андрей Владимирович диалог Лаврова и Керри внушает вам какой-то может быть оптимизм нет не внушает абсолютно потому что опять же цель-то разная цели разные так сказать а американцам не важна Сирия американцам важно чтобы Россия стала ударной силой в борьбе военной против исламского государства что касается ситуации в Сирии на самом деле демократию в Сирии американцам далеко неинтересно кстати что касается вот этих идей по поводу временного правительства переходного и прочего эта идея это хорошая но поправки конституции опять же должен принимать парламент а парламент под контролем ваша раса то есть здесь огромное количество тупиков к сожалению нужно менять вот как это менять как вот это кто-то должен делать кто это должен делать непонятно потому что я еще раз говорю что вот так легитимно поменять в полном смысле слова по праву не получится просто физически не получится по известным политическим причинам да вот поэтому я еще раз говорю что наши интересы с Соединенными Штатами это только тактическое совпадение на сегодняшний день только тактическое совпадение и все и не более то есть просто американцам очень важно чтобы мы боролись сдерживали бы ИГИЛ потому что распространение ИГИЛ глобализация ИГИЛ гораздо больше несет проблем американцам чем нам поверьте мне спасибо большое я еще раз говорю что еще впереди Европа что что будут теракты в Европе в этом уже никто не сомневается да и так я понимаю что эту проблему мир берет вместе с собой в новый 2016 год проблема Ближнего Востока спасибо напомню что на волнах радио Свобода звучала программа Грани Времени у микрофона работал Владимир Крамурза Старший и так и программа Андрей Трухан продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Калухаева Дмитрий Налитов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова